доброго времени суток друзья с вами вновь дмитрий и сегодня я как обычно вышел на свою утреннюю прогулку и не забываю про вас и снимаю для вас очередной видосик сегодня хочу поговорить про недвижимость конечно же про недвижимость куда же без нее родимой какая средняя цена на недвижимость сейчас в канаде где самое дорогое жилье в какой провинции самое дешевое жилье где покупать и что покупать и как можно купить дом в канаде и вообще сколько надо зарабатывать сейчас 2021 году чтобы позволить себе дом в канаде на все эти вопросы я постараюсь ответить в этом ролике ну а начнем с очень радостной новости для жителей онтарио с 1 октября у нас повышается минимальная заработная плата и на целых аж 10 центов 14 долларов 25 центов это то что было 14 долларов 35 центов это то что будет сколько же надо зарабатывать на сегодняшний день в канаде чтобы позволить тебе купить ну я не говорю дом на отдельно стоящий дом который будет гораздо дороже стоит чем скажем там хаус или квартира ну а просто жилье на какое-то жилье начнем немножко со статистики я даже подготовился тут у меня замучаю вас немножко цифрами но я думаю что это полезно знать немножко цифр средняя стоимость недвижимости сейчас по всей канаде 663 тысячи и 500 долларов но это средняя стоимость то средняя температура по больнице довольно обманчивые эти цифры и почему так как есть дешевые провинции а есть очень дорогие провинции я думаю что вы знаете самые дорогие провинции наши в канаде это онтарио где я живу сейчас на данный момент и british columbia британская колумбия где я жил 10 лет назад правда это было но жил пару лет мы приехали с супругой начали наш иммиграционный путь в канаде с провинцией как раз британская колумбия многое зависит от того в какой провинции вы хотите купить свою первую недвижимость или просто недвижимость я представляю себе что люди которые смотрят этот ролик основном будут покупать свою первую недвижимость поэтому сконцентрируясь на том вот как купить свою первую недвижимость какой провинции лучше покупать здесь несколько факторов во первых где у вас есть работа в какой равен провинции вы смогли найти себе работу там где у вас работа скорее всего там вы будете покупать эту недвижимость иммиграция идет и in работа находится в провинции онтарио большинство иммиграции идет именно сюда средняя цена в провинции онтарио на недвижимость 835 тысяч долларов а на первом месте конечно же британская колумбия и там недвижимость уже стоит 899 тысяч долларов если мы говорим про on toronto например да каторонто как город там средняя цена 1.1 миллион долларов что же нужно делать чтобы купить такую недвижимость все очень просто друзья вам нужно зарабатывать в пять раз меньше чем та сумма на которую вы хотите квалифицироваться та сумма ипотеки которые хотите вы взять в банке если вы хотите купить недвижимость за миллион долларов скажем что в принципе миллион долларов это довольно такая средняя цифрическая недвижимость здесь у нас онтарио то вам нужно зарабатывать на семью где-то 200 250 тысяч долларов ну вот принципе такая вот перед вами стоит а для покупающих недвижимость впервые конечно эта задача такая довольно сложная ну если скажем 200 тысяч долларов на семью то каждый человек зарабатывать по 100 тысяч долларов что считается очень высокой зарплаты ну а вот если говорить про минимальную зарплату которая сейчас выросла и составила 14 долларов и 35 центов то тут разница довольно существенная а в год это 137 тысяч долларов и умножаем на 2 ну примерно где-то 275 тысяч долларов если оба супруга работают в антаре 275 тысяч долларов в провинции онтарио вот этот минимальная зарплата на семью подчеркну не на одного человека и что же можно здесь купить в провинции онтарио на 275 тысяч долларов сегодня я зашел в свою систему риэлторскую базу данных и посмотрел самая дешевая квартира самое дешевое жилье вот ниагарский регион онтарио принципе цены здесь на порядок ниже чем в торонто и gta и самое дешевое что я нашел это одна спальная квартира за 270 тысяч долларов как раз которая находится в городе сан-катринс посмотрел фотографии посмотрел где это находится ну конечно же чудес не бывает как мне говорят многие люди многие клиенты которые хотят покупать недвижимость сейчас и эта квартира 600 square feet квадратных fit это где-то 56 квадратных метров одна спальная квартира один туалет имеется и это квартира в которой требуется произвести капитальный ремонт ну а где же в канаде осталось дешевое жилье если вообще она дешевое жилье в канаде и да друзья я вам скажу что дешевое жилье в канаде как раз таки есть и она есть провинции нью брунсвик нью брунсвик новый брандсвик если на русском языке произносить это в общем это провинция которая находится недалеко от атлантического океана и в этой провинции самая дешевая недвижимость и самое дешевое жилье а средняя цена на недвижимость в этой провинции 257 тысяч долларов а здесь надо учесть друзья что и минимальная зарплата в этой провинции немного ниже а сейчас она составляет 11 долларов 75 центов но в принципе а по сравнению с ценами в онтарио и бритва британской колумбии это совсем неплохая ситуация потому что годовая зарплата таким образом будет выходить этот сто тринадцать тысяч долларов на человека если мы умножаем на 2 то есть два человека работает семье 225 тысяч долларов на семью то в принципе мы недалеко убежали от средней цены вот в этом регионе поэтому друзья если вы хотите жилье доступно вам вот как раз эту провинцию провинцию нью брунсвик кстати вот я разговаривал с риэлтором который работает в этой провинции и сейчас она полностью завалена работой то есть паломничество идет с онтарио с британской колумбии с других провинций как раз таки вот провинцию нью брунсвик честно говоря я не могу вот много информации дать вам про эту провинцию если вы зайдете на google то я думаю вы найдете информацию были у меня клиенты которые переезжали с этой провинции суда у нас в онтарио и с их слов они еле сбежали оттуда потому что это было очень скучно и делать там особо было ничего и работать нам особо не было но может быть когда вот сейчас многие люди приедут туда то ситуация там поменяется я знаю что в этой провинции если говорить про климат зимой где-то минус 10 средняя температура летом плюс 20 но в принципе для канады это нормально приемлемо население этой провинции 700 тысяч человек и так друзья вот да я хочу конечно же дать как и всегда несколько практических советов людям которые хотят купить свою первую недвижимость который думают о покупке как это можно сделать самое главное это две вещи две вещи самые главные первая самая главная вещь это доход то есть постоянный доход постоянная работа а вторая самая главная вещь это первоначальный взнос то есть вот если у вас есть 2 этих вещи причем обе этих должны быть у вас не одна или другая обе у вас есть хороший шанс купить вашу первую недвижимость первоначальный взнос где же его взять конечно же накопить ну а что же делать деньги не растут на деревьях как вы прекрасно знаете вам придется накопить его или если вы приехали у вас уже были эти деньги тоже хорошо нормально но в основном многие люди приезжают сюда с суммами которых не только не хватает на скажем первоначальный взнос но и даже не хватает на то чтобы заплатить скажем там за первые полгода рента в канаде ну так вот получается ему это же то же самое приехали супруга когда денег так особо у нас не было все деньги мы потратили на то на все на 5 на 10 5 процентов в принципе накопить также новым иммигрантам довольно тяжело но вот если постараться конечно же это возможно здесь какая проблема может быть пока вы будете копить деньги на первоначальный взнос цены вырастут обязательно вырастут и никак не упадут особенно если вы покупаете в онтарио кстати вот я просматривал свои ролики на своем канале недавно и вот набрел на ролик который я делал где-то год назад рассказывал про цены и вот слушаю эти цены которые я говорил в прошлом году и они на порядок на порядок ниже чем те цены которые сейчас у нас до в онтарио поэтому если и друзья вы надеетесь на какое-то падение цен на это рассчитывать не приходится я рассказывал много о программе для покупателей которые для людей которые покупают впервые который называется хумаешь план это как мы купили свою первую недвижимость очень хорошая программа я считаю очень хорошая опция для людей у которых нет денег на первоначальный взнос обязательно посмотрите эту программу в принципе вам можно на семью два человека если работают вам можно взять и снять с вашего пенсионного фонда 70 тысяч до 70 тысяч долларов и эти деньги не облагаются налогом если вы их используете на первоначальный взнос для вашей недвижимости теперь что касается работы да конечно же нужна работа хотя бы там скажем 2-3 месяца показать что вы уже работаете как-то вы уже установились работа у вас постоянно также в канаде очень важна кредитная история то есть все счета вы оплачиваете вовремя все свои обязательства по кредитным картам и все что с этим связано то есть это очень важно также и вам придется думать друзья думать о том где покупать в танской колумбии онтарио цены высокие и скорее всего вас сразу не получится купить в этих регионах вам придется удаляться ехать может быть на периферию может быть как раз провинцию нью брунсвиг там покупать свою первую недвижимость потом может быть переезжать до в какую-то другую провинцию так немногие делают потому что если программа миграционная скажем идет какие-то атлантические провинции там да то и люди это туда остаются там работают какое-то время и после этого уже переезжают монтарио британскую колумбию или куда вам больше нравится но здесь проблема такая что недвижимость опять же вы идете вы перечать из провинции где дешевая недвижимость в провинцию где цены на недвижимость они высокие поэтому нужно на это рассчитывать то есть если в том же не брунсвиге недвижимость 250 тысяч долларов вы ее продали скажем здесь в онтарио вам придется там средняя цена там скажем 700 800 тысяч смотря где вы покупаете в онтарио то есть надо тоже на это рассчитывать если у вас друзья еще остались вопросы задавайте их комментариях ставьте ваши лайки подписывайтесь на канал увидимся в следующий раз